Я хочу внести в коррективы. На днях я выпустила видео, где говорила о том, как же можно пройти на пляж, который находится возле ЖД вокзала. Я предположила, и мне сказали, что можно пройти только через вокзал. Так оно и есть. Но в конце я увидела вот этот переход и подумала, что можно обойти. А нет, друзья, нет. Если обходить, то только вон, вон там, там. Поэтому проще, конечно, пройти, если вы будете снимать где-то вот в этом районе, напротив ЖД вокзала, то вам только через сам вокзал нужно проходить будет. Пойдемте посмотрим, раз уж мы здесь, пляжи напротив ЖД вокзала. Это у нас, как они называются-то, короче, домики, бывшие, 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 кто? Гаражи, все, я устала. Кемпинги, нет, не кемпинг, ой, трейлеры. Вот это стыдно, все, ролик на выброс, не кемпинг, не трейлер, а... В общем, вы сами знаете. Снимается этот у нас пляж Парус. Давайте посмотрим его территорию. Сегодня снимала для вас Адлер, центр Адлера. Завтра будет это видео из центра Адлера. Полный обзор пляжа Чайка, Огонек. Погода, погода у нас, ну просто, я бы сказала, вот, посмотрите. Прохладненько. Ну, мы с вами, давайте, отправимся в ту сторону. Потому что здесь панорамку я вам дала, там, в принципе, дальше идти некуда. А вот в сторону вагонного Духоуцер мы с вами пойдем. Минуя железнодорожный вокзал, я покажу вам, где еще можно проходить через море. К морю, простите. Здесь что-то строят. Я не знаю, что, не буду врать. Ну, с этой стороны панорамку мы обошли. Дальше у нас здесь тоже пляжи, тоже летом людей много. Там я не знаю дальше, как пройдем мы. Ну, в общем, мы стремимся к вагонному депо. Переход авиадук, или, как сказать, надземный переход. Но идут люди, можно пройти, наверное. Будем смотреть. Ну, вот здесь мы легко преодолели. Тут просто забор. А вот дальше, я так понимаю, уже как бы неофициальный проход. Здесь мы уже не пройдем. Только вот так вот по краешке, по краешку ограждения набережной. Но люди ходят. Смотри, ходят как-то. И часто ходят. Потому что, если пойти по дорогам, то это очень долго. А так, вот он уже авиадук. Или надземный переход. Эти люди на него поднимаются на лестнице. Если мне, допустим, надо в ту сторону. Представляете, тут мне идти 5 минут. А вот так вот мне надо сейчас будет обходить этот ЖД вокзал. Через него потеряю я порядка минут 20, как минимум. Не, нормально я прошла. И вот у нас пешеходный переход над вагоном депо. Это второй путь. То есть, если вы будете на голубых далях жить, получается, снимать квартиру, то он два пути. Либо через ЖД, либо через вагонное депо. И вот такие пляжи у нас здесь. Близится закат. Очень-очень красиво. Напоминаю, погода у нас сегодня плюс 20. Но так как прохладный ветер, по ощущениям где-то плюс 15, плюс 17. Здесь у нас постоянно жарят те шашлыки. Завтра будет вам видео из центра Адлера прогулочка по пляжу Чайка, огонек. А сегодня такое небольшое, коротенькое видео. Можно сказать, о погоде, о пляжах. И посмотрите, сегодня я выкладывала видео, если вы едете в первый раз, допустим, или не определились при этом, куда вам поехать. Да, вы уже запутались. Сегодня я выложила видео. Очень интересная, на мой взгляд, рекомендация о том, как лучше определиться, куда поехать. Фанапу там, где лежит в Сочи, в Крым. Что же делать, вы уже не знаете. А я вот вам раз и подскажу. Шикарно, да? Вот об этом вы все и мечтаете. Где-то сейчас далеко-далеко, как будет шутиться вам быстрее. В таком красивом закате. В море. О, да. Море. Не знаю, насколько далеко можно уйти. Вот таким вот образом. Поверху. Ну, там уже висит знак «Стоп». Но часто, смотрю, нас не остановишь этим «Стоп». Там вот тоже было «Стоп», но я же пошла. Просвещение 7 здесь. Здесь прям какой-то вот жилой дом. Смотрю, живут, вот живут, вот. Так интересно. Мужик, он со стульчиком пришел. Все как надо, все как полагается. Нет, дальше, наверное, точно не пройдешь. Давайте дойдем на интерес уже, чтобы точно знать. Сейчас буду все знать про ходы и выходы. Как сказал мне один мой знакомый, в Сочи нет мест вдоль моря, по которым нельзя бы было пройти. Всегда можно пройти. Ну, в принципе, вот здесь вниз спустился, да. Все. И пройдем. Опа. Ну да, по пляжику можно пройти, а здесь уже не пройдешь. А по пляжику, ну, вижу, вон там, там ступенечки еще можно перепрыгнуть. Теоретически, летом точно везде пройдешь. Хотя, если вот такая вот высота, то уже тяжеловато. Тяжеловато. Ну, поверим на слово моему знакомому, что можно везде пройти. Спасибо. 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 Спасибо.